Наконец-то праздники уже позади, а праздники всегда для нас связаны, конечно же, с посещением гостей, за столями, с кучей салата оливьей и крабового, которые просто невозможно не есть. Ну да, праздники для нас, может быть, и хорошо, а вот для желудка, чаще всего, для организма в целом, это чаще всего, ну, такой период напряженный. Поэтому вот как помочь нам все-таки оздоровиться и восстановиться после такого праздничного марафона, мы узнаем у нашей гости. И у нас в гостях сегодня врач-гастроэнтеролог Наталья Донцу, ну и по совместительству ведущая программы «Здравствуйте». Здравствуйте, Наталья Харьковская. Наталья, давайте сначала поговорим, насколько вообще вредно переедать, да, вот потому что, ну, честно, я думаю, что многие зрители просто... Честно, положа руку на сердце. Положа руку на сердце, я 7 дней только и делал, что ел, в принципе, и доедал, потому что обидно оставлять это в холодильнике. Насколько это вредно? На самом деле вредно, потому что переедание – это перегрузка и печени, и поджелудочной железы. Когда мы перегружаем эти органы, они, к сожалению, какое-то время, они, конечно, компенсируют, то есть они нам помогают, но когда-то компенсаторные механизмы истощаются, и возникает воспалительный процесс, болевые ощущения и другие, в общем-то, не очень приятные явления. Да, в общем, долго переедать не стоит. Не стоит. Ну, как помочь себе всё-таки? Понятно, что было много, вероятнее всего, съедено майонезных салатов, всеми любимых. Много чего-то жирного, да, жареного, всё это вкусно. К чему сейчас нужно двигаться? Самое основное, с чего необходимо начать, это не садиться ни на какие экстремальные диеты, потому что диета – это тоже стресс для организма. Мало того, что переедание – это стресс для организма, нарушенный режим дня, потому что мы поздно ложились, поздно вставали – это стресс для организма, поэтому не нужно садиться на пресные диеты. Добавлять ещё один стресс. Безусловно. Что необходимо сделать? Во-первых, для начала просто уменьшить объём порции, не переедать, и самое главное – выдерживать перерыв между приёмами пищи в 4 часа. То есть дать той еде, которую мы съели, перевариться, и, соответственно, потом уже следующий приём пищи. Для начала нужно просто уменьшить количество жирной еды в нашем рационе. То есть убрать холодцы, убрать майонезные салаты, я думаю, что все уже наелись. – Прощай холодец, хочется сказать, да? – Убрать жирное мясо, но перейти на курицу, на индейку, на рыбу, на говяжий язык, то есть другая альтернатива мясу. В обязательном порядке убрать сладкое, потому что сладкое, к сожалению, больше всего, больше алкоголя перегружает поджелудочную железу. – Я просто слышу, как Маша хмыхает нас рядышком, потому что для неё это самое, сложно убрать сладкое. – Это кусочек шоколадки какой-нибудь, я буду бороться, знаешь, за этот кусочек. – Хотя бы за маленькую дольку, да? – Если сладкое, то это отдельный приём пищи. То есть это не после того, как вы поедите какой-то гуляш или, допустим, какую-то еду. – Ну, ладно, хотя бы так. – Да, ограничиваем сладкое в рационе, убираем конфеты, убираем пирожные, торты. Какая альтернатива? У нас есть фрукты, у нас есть печёные яблоки, у нас есть сухофрукты. Пожалуйста, можно это использовать. Ограничиваем соль. Почему? Мы на самом деле поправляемся после Нового года не за счёт набранных килограммов. Мы поправляемся просто-напросто за счёт того, что вода задерживается в организме из-за солёных продуктов, потому что мы ели сельд под шубой, мы использовали сыры, мы использовали соления различные. Поэтому стараемся эти продукты убрать и еду не досаливать. Можно использовать дополнительно, допустим, отвар из сухофруктов. Благодаря содержанию калия он просто будет выводить лишнюю жидкость из организма. Нужно разгрузить свой кишечник от обилия еды. Нужно просто добавить клетчатку в рацион. Что такое клетчатка? Клетчатка – это овощи, это овощные салаты, это овощи запечённые, это, допустим, супы-пюре. Это овсяная каша с добавлением семени льна либо отрубей. Клетчатка – это та же свёкла отварная, сухофрукты, чернослив. То есть благодаря тому, что мы вводим в рацион эти продукты, наш кишечник будет хорошо и своевременно очищаться на время. Полуторалитровая бутылка воды в течение дня. Причём стараться даже пить щелочную воду – это более лучше для организма, потому что во время застолья мы закисляемся, а нам нужна щелочная вода для того, чтобы организм ощелачивался. Щелочная вода – это боржоми, квасово-поляны, синтуки, свалява. То есть выбор у нас довольно-таки огромный. И это поможет очиститься. Самое основное, на что нужно уделить внимание – это коррекции режима дня. То есть нужно своевременно ложиться спать. Почему? Когда организм не высыпается, мы чувствуем себя слабыми, нет у нас энергии. А что мы делаем для того, чтобы получить энергию? Мы кушаем сладкое. Хочется. Я пью кофе. Нам хочется кушать, нам хочется сладкого для того, чтобы эту энергию поднять. Поэтому ложимся спать до 23 часов. Если не получается, ну, мало ли, сбитый режим, не хочется. Есть прекрасный препарат мелатонин в таблетках. Он помогает. Это гормон сна. Это физиологический препарат, который помогает нормализовать сон именно при нарушенных вот таких вот состояниях, связанных с праздниками. Я, честно, заслушиваюсь, Наталья. Я хочу даже немножечко пометки себе ставить. А вот если, Наталья, вот диета понятна, а вот эти так называемые модные разгрузочные дни, там, кефирные, там, какие-то кашевые, вот это стоит ли делать? Но сейчас резко нельзя, да? Честно сказать, я не сторонник разгрузочных дней. Я сторонник умеренного рациона ежедневного, постоянного. Но если человек чувствует потребность в этих разгрузочных днях, пожалуйста, единственное но – разгрузочные дни не должны быть на соках или на фрешах, потому что это чистый сахар, и не должны быть на яблоках. Опять-таки, это связано просто с инсулиновым обменом, сабином сахара. В эти подробности вдаваться не нужно. Какие разгрузочные дни могут присутствовать? Это, как правило, кефирно-творожный разгрузочный день. То есть мы берем, допустим, пачку творога, литр кефира и распределяем на 3-4 раза в течение дня кушаем. Это могут быть овощные разгрузочные дни. Пожалуйста, запеките овощи, какие вам нравятся. Но в эти овощи обязательно добавляйте мясо. Белое мясо, рыбу, говяжий язырь. Очень хороший разгрузочный день мне нравится. Да. Разгрузочный день на кашах, пожалуйста, если чувствуете в этом потребность, можно, допустим, и овсяную кашу, семенем льна в течение дня поесть. Это действительно будет хороший ослезняющий эффект для желудочно-кишечного тракта и хороший источник клетчатки. Ну да, в основном просто разгрузочные дни, когда говорят о них, как правило, подразумевают вот что-то вот на яблоках, либо на воде. Либо вообще воду только, ничего больше. Так нельзя делать. Так нельзя делать. Это стресс. И после этого организм, наоборот, требует больше еды, и переедаете вы впоследствии. Ну, много советов, на самом деле. Или, я думаю, что телезрители, я надеюсь, так себе пометочки. Прислушались, да. Потому что, ну, это нужное дело. Мне кажется, вот после такого двухнедельного фактически марафона, праздничного, да, застольного... Который еще не закончился. Да. Чувствуется какая-то и тяжесть определенная, и вот эта вот смена ритмов, она, конечно, ощущается. И мы надеемся, что мы все так плавно войдем все-таки в нормальный режим, и организму с вами поможем. Ну, хочется, раз вы у нас уже в гостях, хотя в гостях сложно сказать, потому что... Да, раз мы в одной студии сегодня, да, вместе. Да. Хочется, конечно, спросить, как вам в роли ведущих? Потому что, конечно, в первую очередь вы врач, гастроэнтеролог, уже с большим опытом работы. Но в свое время, получается, да, несколько лет назад появилось еще такое направление, да, может быть, какая-то часть вашей жизни, как работа на Первом Приднестровском. Вот как вы чувствуете себя в этой роли? Отличается ли запись студии и беседы с гостями с беседой с пациентами на приеме? Вы знаете, во-первых, большая благодарность всему руководству Первого Приднестровского за то, что они создали этот проект о здоровье. На самом деле этим занимается каждый врач в своем кабинете. Это своего рода санитарно-просветительная работа для населения. И по большому счету мы это просто сейчас делаем для всех. То есть что мы делаем? Мы просто-напросто повышаем медицинскую грамотность населения нашей республики. Мы приглашаем самых лучших специалистов в нашу студию. Мы рассказываем симптомы заболеваний, чтобы человек, услышав их, подумал, а нет ли у меня такого симптома? А если есть, мы рассказываем, где, какую диагностику можно пройти, куда можно обратиться, к какому доктору, где найти лечение. Мы всегда рассказываем о новых методах диагностики и лечения, которые появляются в нашей республике. То есть чтобы люди были информированы, чтобы они не уезжали за пределы республики получать эту помощь. У нас это все есть. У нас на самом деле есть очень хорошие, высококлассные специалисты, о которых просто люди не знают. Мы мотивируем людей соблюдать здоровый образ жизни. Ведь на самом деле любое заболевание, его же лучше предотвратить, чем лечить. Лучше заранее работать над собой, чем потом это все вылечивать. Конечно. Поэтому мы мотивируем людей правильно питаться, убрать какие-то вредные привычки. И самое главное, вовремя проходить обследование и вовремя обращаться к специалистам за медицинской помощью. Это одна из самых главных, мне кажется, функций в этом смысле. Да, напомнить, что есть врачи, и стоит к ним прийти вообще. Мне кажется, у нас есть в менталитете даже такое, ах, ну поболит и пройдет. Нет, даже знаешь, если не сильно болит, лечить не стоит. У нас же в принципе так. Да, и то, что мы напоминаем о том, что все-таки нужно прислушиваться к своему организму. Но если где-то болит, то, ну, это такой тревожный звоночек. Нужно прислушиваться к себе и вот так вот рукой не махнуть. Ну, конечно. Знаешь, тут еще самое главное, что есть информативность, да, потому что, ну, сейчас есть интернет, и, ну, многие люди, я уверен, просто когда где-то что-то кольнет, начинают это искать в интернете. Естественно, натыкаются просто на миллион каких-то желтых сайтов, которые рассказывают, как там, не знаю, каким-то чабрецом можно прижечь любую ранку, и все проходит, естественно. Поэтому, ну, те знания, которые даются из передачи, они, конечно, бесценны на самом деле. Да, я еще хочу сказать, рассказать нашим телезрителям такую немножко внутреннюю кухню в этом отношении. Наталья, мне кажется, стала для всего телевидения таким личным, можно сказать, врачом. Диагностиком, да. Да, да, и как только Наталья появляется на телевидении, за ней уже обязательно кто-то идет и просит такую, ну, консультацию уже так, вроде как и у коллеги, по сути. Ну, вот действительно, то есть вам большое спасибо за то, что вы, по сути, ну, в каком-то смысле лечащий, терапевт, я не знаю, если так можно сказать. Это называется «Домашний доктор». Да, «Домашний доктор». Семейный доктор первого Приднестровского, да. Это однозначно так. Это всегда так забавно наблюдать, действительно, как Наталья спокойно никогда, мне кажется, не может зайти на телевидение. Всегда вокруг с вопросами. Я люблю всю нашу команду, поэтому с удовольствием помогаю. Когда ждем возвращения на экраны программы «Здравствуйте», получается, ну, уже в этом году. 27 января выходит очередной выпуск программы «Здравствуйте», и он будет посвящен эндоскопическим исследованиям. Звучит угрожающе, но я думаю, что Наталья все объяснит в эфире, конечно. Да, я думаю, что все будет понятно, как всегда. По сути, вот очень важно еще говорить доступным языком, потому что не всегда можно понять какие-то сложные медицинские термины. Термины, да, какие-то. Вы помогаете еще и доступно все-таки эту информацию донести. Большое вам спасибо. Вам спасибо, что утро вы провели вместе с нами и за то, что, в общем-то, тоже так присоединились к нашей телевизионной семье и оздоравливаете всех нас. Вот так. Спасибо. Спасибо вам большое.